Приветствую вас. Знаете, вашу ситуацию можно рассматривать с двух точек зрения, с двух, так сказать, позиций. Первая позиция связана с тем, что вы пишите, значит, погибла мама, отец вышел к любовнице, через год я развелась с мужем, то есть вот эти все истории, да, они вас смогли травмировать достаточно сильно, подорвать у вас всю почву из-под ног, вот, и, в общем-то, послужить причиной разрыва причинно-следственных связей, которые необходимы для восприятия мира. Вы в таком случае все, что с вами происходит, воспринимаете в контексте данной травмированности, скорее. Вот. И это очень важный на самом деле момент, потому что обращать внимание в таком случае нужно не на вот эти вещи, которые вы описываете дальше, что у вас молодой человек, да, что у вас с молодым человеком не ладятся, ну, не ладятся отношения, да, вот. А именно в контексте этих проблем, которые у вас имеют место быть, нужно разбираться. И то, что вы сейчас находитесь в определенном состоянии, да, вот это состояние, оно является следствием вот той ситуации, которая произошла потеря мамы, потеря отца, развод и, соответственно, переезд из Москвы в деревню. Вот. Это первое. Второе. Если рассматривать вашу ситуацию, скажем так, аутентично, да, то можно выделить следующее, значит, вы пишете, что развелись с мужем, переехали жить из Москвы в деревню, чтобы научить сестру. Не очень понятна мотивация. Вы из Москвы в деревню переезжали для сестры или для себя? Да. Вы для сестры это делали или вы это делали, потому что хотели избежать от себя еще? Вот. То есть, здесь вам нужно определить, для чего же вы все это сделали. Вот. Вы пишете, молодая была, вся жизнь молодая была посвящена детям. Это было сознательное решение или это некая обида? То есть, у вас здесь чувствуется, ну, обида какая-то, сожаление, разочарование, да. Вот. Сейчас уже взрослый человек, например, тоже не грудной. Что означает, что вы, видимо, почувствовали себя менее нужной этим людям. Пытался строить свою жизнь, были парни, но никого никогда не любила. А как же муж ваш, мужа вы тоже не любили? А как тогда вышло, что вы замуж за него вышли? То есть, понимаете, вот когда вы говорите, что пытался строить свою жизнь, вы... Какую цель преследует, преследует? Вы чего хотите? А если вы говорите, что никогда никого не любили, то желательно увидеть, что есть любовь. Что такое любовь? Любовь. Любовь – это в первую очередь принятие. Это в первую очередь принятие, в первую очередь принятие себя, не другого себя, знаете. И уже дальше вы принимаете партнера. А так... То, что вы пишете, это... Дальше. Тут встречал человека, которого действительно полюбил. Ну, то есть, вот, то же, что... Что это за счет? Что вы понимаете? Действительно полюбил. Но полюбил я сама не знаю за что. А разве людей любят за что-то? Мы встречались год, но эти встречи были очень редкие. Мы встречались год, встречи были редкие. У нас постоянно, видимо, имеет место быть, да, такая неудовлетворенность и нуждаемость. То есть, любовь для вас, видимо, это нуждаемость, да, человек постоянно нуждается в нем. Вот именно поэтому, да, очень важно поисследовать чувство любви, что оно из себя представляет. Дальше. У него есть мама, 60 лет. Он постоянно либо у нее, как он говорит, либо на работе. Вы ему не доверяете, получается. Хотя работает, а денег никаких нет. Это вы не видите денег. А почему вы действительно денег нет? За весь год он два раза подарил цветы. А вы, вам этого не хватает? Как бы, ну, что вы хотите? То есть, ну, условно говоря, вы подняли вопрос, да, про цветы. Что вы вкладываете в это понятие? Ну, в понятие, что он вам не подарил цветы. То есть, вы чувствуете себя обиженный, обзеленный. Как вообще так получилось, что, ну, что мужчина может позволить вам, да, вот так мало знаков внимания оказывать с этим того, что, да. Что вы встречаетесь в Сволите Горд. Вот. А дальше. Такое ощущение, что вы не свободны, встречаясь с ним. Что это вот у меня такое ощущение, да, что, что вы не свободны. Вот. Есть такое ощущение, что вы не свободны. Что вы как будто через силу встречаетесь с человеком, вы как будто через силу пытаетесь поддерживать отношения для чего-то. А, постоянно куда-то рвется, потому это еще какие-то дела. Ну, это его выбор, а куда рветесь вы, то есть у него есть цели, а есть ли цели у вас. А, я уже разбита, из-за чего. Сегодня горько, как мы вместе, а вместо того, чтобы провести этот месяц вместе, он даже не приехал. А, почему не приехал? Подоверите, что мне сделать? Что вам сделать, чтобы что, Виталия? Чтобы что? Какая цель? Это первое. Второе, Виталия, я думаю, что нужно разобраться с своим чувством, с тем, что вы хотите, с тем, что вам нужно, с тем, какой у вас конфликт внутренний, что у вас происходит в психоэмоциональной сфере. И я полагаю, что вы сами вполне сможете увидеть, как вам покупать и что вам делать. Вот, потому что, так будет лучше, чем психологическая, чем интерпретация цели, да, психологов. Вот, так что, здесь наш момент такого рода. А, я думаю, что вам тяжело быть одной, раз у вас вся жизнь молодая посвящена была детям. Вот, я думаю, что вы боитесь быть одной. Вот, есть еще, как бы, такое предположение есть, что у вас нет собственных целей. Вот, либо с ними, с ними, ну, с ними, либо с ними беда, либо с ними беда, вот. Я, конечно, не берусь наверняка это утверждать, но это вот то, что мне видят, по крайней мере. Исходя из того, что вы пишете, исходя из того, что вы сейчас вот описываете нам. Вот. Что еще, ну, что еще можно, можно здесь добавить? Наверное, ничего, потому что вы не сформировали цель, то есть непонятно, что вы хотите. Вот, если вы хотите, допустим, вернуть, если вы хотите вернуть, допустим, мужчину, или если вы хотите как-то гармонизировать отношения с человеком, да, то это одно. Ну, вот, если вам этого хочется, это одно. А если речь идет о том, что вы хотите, например, лучше понять, допустим, себя, да, если вам хочется лучше себя понять в этой ситуации, то это другое, вот. Но, пока что, пока что вот так, наверное, такой пока момент. А больше, мне кажется, просто, ну, было бы неправильно давать вам какие-то еще рекомендации, да, потому что, есть опасения, что это уже будет вас подавлять, подавлять, вот. А мне бы не хотелось вас подавлять. Вот, т.е. у меня и так есть ощущение, что вы подавлены сейчас. Поэтому одна из ключевых целей, это вот, прислушиваться, ну, прислушиваться к себе, приглашиваться к тому, что для вас ценно, важно то, что это имеет значения. Вот, именно для вас то, что имеет значения. Не для кого-то, не для кого-то, да, именно для вас то, что имеет значения. Вот так вот, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я понимаю, что, возможно, это немного, и что, возможно, вам будет этого недостаточно для такого полноценного решения проблемы, но чтобы решить вашу проблему полноценно, нужно консультации, нужна работа с вами индивидуально. И, собственно, тогда можно будет говорить об определенном прогрессе. Вот. То есть, это хорошо, что вы обратились к психологу, хорошо, что вы обратились на сайт. Вот. Теперь следующий шаг – это выбрать себе консультанта и уже с консультантом проводить работу, которая будет направлена и нацелена чисто на вас. Ну вот. А вот, в принципе, такой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что это хотя бы немного прояснило ситуацию текущую. Вот. И, соответственно, вы лучше для себя теперь понимаете, в какую сторону вам двигаться. вот. А, и, соответственно, что вам делать дальше. Вот. А, значит, понятно, что какие-то перемены даваться сразу вам будут достаточно тяжело, потому что вы привыкли, ну, вы привыкли жить по определенным паттернам, вот, поведенческим, по определенным поведенческим паттернам вы привыкли жить, вот. Но, тем не менее, даже не смотря на это, я думаю, что если у вас есть желание, что помочь вам можно, нужно, и это не является обязательно чемпиональным. Ничего таким, прямо, тяжелым, тяжелым или сложным. Вот. Вот. А, на этом все. А, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, например, вы можете задать мне их кличку, я буду рад вам помочь. А, буду рад ответить вам на вопросы, которые у вас появились, остались, да. Вот. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Не отчаивайтесь. Вот. Вы не одна. Вот. А, вы не одна. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.